Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И это такое немножко видеоразмышление о проблемах Фераксис и чего нам ждать от шестой Цивы. Имейте в виду, я сейчас не буду рассказывать о том, что будет в игре, которая 21 октября выходит. Я вас сразу отправляю к моему обзорному видео по шестой Циве, который я где-то месяц назад делал. Более того, в ближайшее время я планирую ещё одно видео сделать о нововведениях, которые ещё раз нам показывали разработчики о новых нациях и прочем. Так что видео не об этом, а скорее о коммерческом успехе предыдущих игр Фераксис и вообще шестой Цивы. И стоит ли нам чего-то хорошего ждать от новой игры Sid Meier's Civilization VI. В общем-то, хочу с вами это дело обсудить, рассказать, что вообще я знаю, ну и, как всегда, к какому-нибудь итогу мы придём. То есть это такой типа как мнение дилетанта, но на определённую тему, в которой мы всё-таки, видимо, с вами неплохо разбираемся, потому что это одна из наших любимых игр. Итак, у Фераксис на самом деле, по-хорошему, есть только две хорошие игры, которые действительно у них получились и на которых они зарабатывают деньги. Это Цива и Икском. Причём, пятая Цива, пятая Цива вообще оказалась золотой жилой для них, для Фераксис. Ну, игра, конечно, сама по себе хороша, я не спорю. Но дело в том, что мало кто знает, почему-то, знаете, все обращают внимание на блокбастеры, на Fallout всякие, на... Ну, вот что-то сейчас выходит, да, дофига. А пошаговые стратегии для большинства, кажется, знаете, такой ниша для каких-то ботаников и прочего. Так вот, ребята, пятая Цива на данный момент продалась размером 9 миллионов копий. Больше, чем 9 миллионов, там 9 миллионов 100 тысяч, по-моему, ну, неважно, 9 миллионов копий. Это благодаря стиму. Мы можем, каждый из вас может это зайти, посмотреть, есть куча сайтов, где пишут эти данные. Вы можете посмотреть, что Цива, пятая, 9 миллионов копий. Для сравнения, чтобы вы понимали, у нашумевшего Ведьмака даже 2 миллионов нету, там 100 тысяч до 2 миллионов не хватает. У Fallout 4, которая самая продаваемая игра, у Bethesda прям офигенно, 3,5 миллионов продано. Ну, правда, скажем прямо, что Ведьмак не только в стиме продавался, но тем не менее, вы видите, какие цифры, да? И это, казалось бы, какая-то пошаговая стратегия, в них мало кто играет, 9 миллионов. Если вы меня еще спросите, так может этих 9 миллионов там мало кто играет? В стиме есть такая инфа. Продано 9 миллионов 111 тысяч, из которых именно играло в Циву 8,5 миллионов. То есть 94% купивших игру. Согласитесь, это офигенный успех. Если бы игра даже стоила 1 доллар, то компания бы заработала 9 миллионов этого выше... Ну, конечно, это не только Firaxis, там большую часть себе бы издатель забрал, 2K, но все равно. А игра-то стоила не доллар, это она только в России... Вот я сейчас гляну, в России она сейчас стоит 500 рублей, то есть 7 долларов. Ну, там были скидки, прочее, прочее, но базовая цена вообще 30 долларов. Вот представьте, даже если возьмем мы в среднем 20 долларов, то, грубо говоря, 180 миллионов долларов заработано на Циве. И это очень-очень неплохие цифры. То же самое касается XCOM. Первый XCOM продан тиражом в 3 миллиона 400 тысяч экземпляров, что сравнимо, согласитесь, с Fallout'ом. С самой популярной типа экшн-игрой на компьютерах. Ну, правда, еще раз отмечу, что и Fallout, и Ведьмак, он еще и на приставках продавался. И там намного большим тиражом, естественно, естественно, и, скорее всего, общий тираж будет больше, чем у Цивы. Но не намного. Имейте в виду. Я это веду к тому, что Firaxis зарабатывает довольно неплохие деньги на самом деле. И у них большая студия, очень много людей работает. Но первая, пятая Цива, извините, вышла в 2010 году, или в 2011? В 2010, 21 сентября 2010 года. Первый XCOM вышел 2, 8 октября 2012. И с тех пор, по-хорошему, Firaxis преследует провалы. Правда, ну, провалы, они для такой студии, у которых миллионными тиражами продаются игры. Для какой-нибудь бы инди-студии, или там, для какой-нибудь Amplitude Studios, я думаю, это не было бы провалом. Но, почему? Почему я так говорю? Потому что, во-первых, следующий крупный проект после первого XCOM у них был Beyond Earth. Beyond Earth. На минуточку, Beyond Earth сейчас продан тиражом в полтора миллиона. В полтора миллиона. Но игра настолько разочаровала людей, что половина отзывов на Steam, на Metacritic и прочем, они отрицательны. Это вообще редко у какой игры бывает. И это вполне заслужено на самом деле. Потому что Firaxis оборзела настолько, что выкатила конкретно обрезанную игру. Причем видно, что она была специально обрезана, чтобы продавать нам дополнение. И даже вышедший через год Rising Tide, который, ну, на самом деле, сделал Beyond Earth хорошей игрой, он прошел незамеченным. Потому что уже никто не хотел играть в Beyond Earth. Я вам сейчас могу сказать, что примерно в среднем в Beyond Earth играет две тысячи, полторы тысячи человек. Вот так. Это на уровне Endless Legend. Но Endless Legend, по-хорошему, инди-игра. Это инди-студия, там совершенно не такие цифры продаж, как у Beyond Earth. Там даже миллиона не будет и полумиллионов не будет продано. А тут, когда вначале играет куча людей, я вам скажу, что в первую неделю играло 90-60 тысяч в Beyond Earth. То есть пик, пик такой, да? Опуститься вот до такого, когда только, ну, самые такие фанаты, которые действительно дали игре шанс и в нее в итоге играют, это очень-очень плохо. Это значит, что у людей начинается, как-то лучше сказать, недоверие к издателю игры. Потом выходит второй XCOM. Я вам сказал, что первый XCOM продался тиражом почти в 3,5 миллиона. Так вот, второй XCOM, ребята, даже до миллиона не дотянул на данный момент. Не дотянул до миллиона. Потому что, во-первых, был Beyond Earth, с которым не очень удалось. И хотя это типа XCOM это скорее тактика, а Beyond Earth это стратегия, но во многом аудитории пересекаются. И второй XCOM оказался по-хорошему, ну, просто таким ремейком первого XCOM, если уж так откровенно говорить. С более красивой графикой, но тактически он хуже. Там есть несколько интересных идей, но хуже. И знаете, как это понятно, почему он хуже? Потому что во второй XCOM играет 2000 человек вот примерно в среднем в день. Нет, вру, вру, извините, я вам говорю. Во второй XCOM примерно играет 5000 человек в день. А в первый XCOM играет 3000 человек в день. Представляете? То есть сейчас даже в первый XCOM, ну, в два раза меньше, но это не та цифра, которую ждешь после того, как выходит продолжение. Хотя игры не сильно различаются. То есть, знаете, вот можно было бы сказать, что вот первый XCOM совершенно другой, поэтому некоторые предпочитают в него играть, кто-то предпочитает во второй XCOM, как был Amber 4 и 5 Цива, да? Нет, по-хорошему, второй XCOM там с лучшей графикой, более такой визуально классный, но тактической реально первый XCOM лучше, особенно если вы поставите все моды, которые люди напридумывали. И эта графика просто показывает ясно, как божий день, что люди, во что люди предпочитают играть. Еще раз вам повторю, второй XCOM не продался даже, короче, 942 тысячи экземпляров продано второго XCOM. То есть у Firaxis все хуже, хуже, хуже. При этом они еще продолжают иногда выпускать, извините, такие ублюдочные игры, как Sid Meier's Starships, там Ace Patrol, то есть такие мелкие игры типа для планшетов, но на которые даже на планшетах стыдно играть. И у них все эти цифры, естественно, есть там на фирме, и они это все анализируют. И у них очень большая ставка явно теперь на шестую циву, потому что если и шестая цива не оправдает надежд, то у студии могут быть проблемы. Несмотря на все те большие деньги, которые заработаны, я вам объясню, вот вы, когда выпускаете что-то, ну не вы, конечно, я так точно ничего не выпускаю популярного, в плане, если какой-то разработчик выпускает популярную игру, то от него уже ждут чего-то более качественного. Ему надо расширять штат, у него повышаются расходы, и так происходит постоянно, это деньги во что-то надо вкладывать. И если дальнейшие его продукты начинают приносить меньше прибыли, то даже с миллионными тиражами фирма и разработчик может закрыться. И вот сейчас у Ферактис большая проблема, что шестая цива будет конкурировать с пятой, а пятая – это очень-очень высокий уровень, потому что даже на данный момент количество играющих в пятую циву за 10 лет не только не уменьшается, а даже увеличивается. Я вот вам даже, я сейчас открываю график и вижу, что, например, в октябре, сентябрь 2014 года на пике тут 50 тысяч, нет, 36 тысяч-52 тысячи играло, а сейчас, например, 47 тысяч-73 тысячи играет. То есть проходит два года, и все равно больше людей играет. Ну, все эти графики вы можете найти в интернете, в данном случае я пользуюсь steamdb.info сайтом, так что можете это все сами посмотреть и сравнить. И у Ферактис проблема в том, что они могут выпустить игру, которая будет хуже пятой цивы, и она не будет продаваться, как произошло со вторым XCOM'ом на примере первого XCOM'а. И это будет очень плохо для них. Поэтому, во-первых, они пытаются шестую циву делать практически полностью на базе пятой. То есть они пытаются ее заменить вообще. Я вам напомню, что предыдущие цивы, четвертая очень сильно отличалась от третьей по механике, по всяким тактикам и прочее. Пятая цива очень сильно отличалась от четвертой. Здесь же, что я сейчас вижу, что нам показывают шестую, что там не так уж и много отличий по-хорошему на самом деле. И с одной стороны, меня это, конечно, настораживает. Мне бы хотелось более новую, что ли, оригинальную игру. С другой стороны, я прекрасно понимаю фераксис, потому что они могут реально сейчас пролететь просто. Такая дикая популярность пятой цивы может сыграть с ними злую шутку. И вот то, что сейчас такая немножко истерия по поводу шестой цивы, там у меня и в комментариях пишут, там расскажи больше и прочее. Мне это чем-то напоминает и Beyond Earth, когда я сам делал переводы их стримов и прочее, всячески подогревал интерес к этому. Поймите, то, что нам показывают разработчики, там стримеры и так далее, на самом деле оно мало имеет общего с тем, что получится в итоге. Мы сможем понять, хорошая игра или плохая, только когда она выйдет. Поэтому можно обсуждать эти все механики изначально. То есть, пожалуйста, я сам вам буду об этом рассказывать, но считать, исходя из этого, хорошая игра будет или плохая, вообще, ну, не стоит никак. То есть, пока мы сами не опробуем, пока мы сами не поиграем, будет непонятно. И то, что Фераксис пытается использовать пятую циву, вот как такой костяк, такой, как бы, как это сказать, основу, чтобы на нее нарастить шестую, надеюсь, все-таки у них получится. Потому что, ну, я хочу, чтобы хорошая игра, я надеюсь, что шестая цива, естественно, будет хорошей игрой. Но я вам сейчас вот просто примерно рассказываю, какая ситуация в Фераксис, да, что у них последние их два крупных проекта по-хорошему провалились, и провалились так, что вызвали недоверие у игроков. Вот это самая главная проблема. И поэтому я думаю, ну, я не думаю, я даже знаю, что в Фераксис работают люди неглупые, они это все проанализировали. И, судя по их действиям, я вижу, что они стараются это доверие вернуть. И вернется она только в том случае, если цива шестая будет действительно полной интересной игрой с самого начала. С самого начала. Сложной, там, ну, дающей вызов и так далее, и так далее. Ну, как сбалансированный, конечно, в отношении пошаговых стратегий никогда такого не бывает, чтобы релиз был полностью сбалансирован. Это надо понимать. Тут уже сами игроки доведут баланс. Тут главное, чтобы еще и разработчики патчи вовремя выпускали, потому что еще одна из претензий к Фераксис, постоянная, что у них патч... Вот они выпустили игру, и следующий патч там через месяц выходит, например, внезапно. На примере того же Стеллариса или... Ну, до всех других игр, когда разработчики вот прямо сейчас выпускают. Вот я, например, сейчас вышел Deus Ex Mankind Divided, да? И я вот играл в него, первый день прошел, и уже разработчики выпускают патчи. Хотя, вроде, более-менее игра нормальная идет, я там каких-то особых проблем не вижу, ну, у меня, в всяком случае, но уже, уже разработчики постоянно выпускают патчи. Здесь же, когда у вас такая огромная аудитория реальных игроков, ну, я вам еще раз повторю, в пятую Циву, например, играет, постоянно играет 8,5 миллионов. Ну, не постоянно это я собрал, но вообще, в принципе, 8,5 миллионов. И вспомните, как выпускались патчи вообще к пятой Циве, когда они там один раз сломали, в общем, мультиплеер на несколько месяцев, и так далее, и так далее. Что сейчас с шестой Цивой будет? Вот все, опять же, волнуются, да? Выйдет игра, и будет ли она нормально идти, да? Будут ли у них нормальные сетевые возможности? Можно ли еще будет опять в сети играть? Ну, я считаю, что исходя из той ситуации, которая в Фераксе сложилась в связи с продажей их предыдущих творений, они постараются шестую Циву сделать хорошей. Ну, мое дело вам об этом рассказывать, делать гайды дальше, обсуждать, но мое видение вот такое. шестая Цива на данный момент для Фераксис очень важный проект, и если они его провалят, то вполне может быть, что Фераксис может и закрыться, либо что-то будет меняться тогда в ней, иначе. Ну, а мы все надеемся, что все-таки шестая Цива выйдет хорошей игрой. Ну, на этом все. Получился такой подкаст про шестую Циву. Жду ваших мнений в комментариях. Ну, а мы видели и слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры.